Многие цветоводы отдают предпочтение именно многолетним цветам. Конечно, это удобно, потому что в течение многих лет вам не придется тратить свое время на их ежегодный посев. Но среди многообразия красивых цветов есть также и однолетние культуры, которые вы сможете посеять свой сад всего раз, и они будут каждый год возобновляться самостоятельно. Эти неприхотливые цветы хоть и считаются однолетними, но вполне способны позаботиться о своем размножении без вмешательства садовода. Такие растения отлично подходят для занятых людей и дачников выходного дня. Например, посеянная всего раз сальвия хорминумовая будет всходить каждый год из опавших на землю семян. Причем это красочное растение не является агрессором и не разносится по всей территории. Если вы заметите, что сеянцев по какой-то причине проросло недостаточно, можно произвести дополнительный посев прямо в открытый грунт. Это же относится к таким очаровательным почвопокровным цветам, как немофила и лимнантес. Агротехника этих растений многим схожа. Эти цветы также красиво смотрятся посаженные рядом. Особенно ярко выглядят посадки голубой немофилы и ярко-желтого лимнантеса. А чтобы продлить цветение, увеличить цветущий бордюр или полянку из этих цветов. Их семена можно подсевать на протяжении всего лета прямо в открытый грунт. Очень эффектное обрамление клумб, похожее на морскую пену, получается из лобулярии. Это растение в садах с морозными зимами не изнимует, но способно давать свой самосев. Хотя в северных регионах сеянцы лобулярии могут и не прорасти. Зато в более южных садах она ежегодно возобновляется своим самосевом. Так же, как и портулак. Этот симпатичный, засухоустойчивый цветочек очень часто используют для оформления переднего плана цветников, края дорожек и солнечных мест садов. Очень неприхотливый и в своевременном поливе не нуждается. Цветет с июня до заморозков простыми или махровыми цветками разной окраски диаметром до 4 см. В садах с мягким климатом хорошо возобновляется самосевом травянистая лиана и помине трехцветная. Это вьющееся растение отлично подходит для малоуходных садов. Побеги и помеи способны отрастать на высоту 7 метров. Они красиво завьют любую опору, забор или садовую арку. Яркие колокольчатые цветы раскрываются с июля до заморозков, в зависимости от места посадки и региона произрастания. Этелиана любит цвет, к почвам непривередливая. Но в теплых садах может довольно активно сеяться, поэтому в общий цветник ее лучше не сажать. Обратите внимание на такое симпатичное, неприхотливое и полезное для здоровья растение, как нигела-дамасская. Эта ценная культура известна еще под названием черный тмин. Высота растения составляет около 30-60 см. Кустики красиво выглядят не только за счет цветов, но и пышной ажурной зелени. Цветы махровые или простые, в разной окраске, раскрываются в конце мая и радуют около полутора-двух месяцев. Семена нигелы имеют лекарственную и кулинарную ценность. Молодую зелень также употребляют в салатах и прочих блюдах. Нигела способна ежегодно возобновляться своим самосевом, так как ее всходы хорошо переносят кратковременные весенние заморозки. Из более популярных цветов самосевом возрождаются львиный зев и лаватера. В полутене хорошо приживутся аквилегии и незабудки. Свой самосев дают рудбекии и эхиноцеи, а также такой интересный высокорослый цветок, как клеома. Она не только украсит своими крупными ароматными соцветиями ваш сад, но и отпугнет многих насекомых-вредителей. При благоприятных условиях она также дает свой самосев. Размер одного цветка может достигать 20 см. Цветение начинается в начале лета и длится до морозов. Клеома редко болеет и считается неприхотливым засухоустойчивым растением. Создать саду-полянку в природном луговом стиле можно с помощью васильков, льна и декоративных маков. К этой же категории неприхотливых цветов самосеек относятся люпины и космейни. Цветы крайне простые в уходе. Главное подобрать им подходящее место в саду, чтобы они никому не мешали и не загущали цветник. Своим ароматом вас очаруют душистый табак и матиола. Хотя в садах с морозными и бесснежными зимами сеянца табака могут не прорасти. В холодных регионах его семена можно высевать весной, сразу в открытый грунт или же забирать кустики в горшочках на зимовку в прохладное помещение. Своим самосевом хорошо возобновляются молочай окамленный и мирабелис. Последний раскрывает яркие цветки ближе к вечеру, за что получил народное название вечерняя зорька и ночная красавица. Цветет все лето до холодов и в особом уходе не нуждается. Для малоуходных садов отлично подойдут такие цветы, как турецкая гвоздика и виола. Они цветут долго и ярко и способны давать свой самосев. К неприхотливым цветам самосейкам также относятся лихний скорончатый и эшольция. Эти цветы не капризны к составу почвы и очень засухоустойчивы. Также на солнечную клумбу можно посеять календулу и астру китайскую. Эти цветы простые в уходе и очень симпатично цветут. А в садах со снежными зимами даже дадут свой самосев и вам не придется выращивать их рассадным путем. Всего один раз вы сможете посеять на клумбу хризантему келеватую. И она каждый новый сезон станет возобновляться своим самосевом. Цветит ярко окрашенными душистыми ромашками диаметром до 10 сантиметров. Высота кустиков составляет примерно 50 сантиметров. Растение украшается от самого начала лета по октябрь. Очень неприхотливое и отлично гармонирует самыми разными культурами в цветнике. Из неприхотливых самосеек можно назвать живокость или дельфиниум аякса. Этот травянистый однолетник наращивает удлиненные стебли с ажурной листвой и разными по окраске соцветиями. Есть более низкорослые виды и высокие. Однолетние дельфиниумы отлично подойдут занятым садоводам, однако им потребуется определить подходящее место в саду. Некоторые виды садовой однолетней живокости в смешанном цветнике могут сорничать. Для альпийских горок из самых солнечных мест подойдется сухоустойчивый кермек и иберес. Среди последнего есть как многолетние, так и однолетние представители. Зонтиковидные соцветия однолетнего ибереса эффектно украсят каменистые сады и подпорные стенки. Его также высаживают в качестве пышного обрамления клумб и садовых дорожек. Очень неприхотливый почвопокровник нехорошо дает свой самосев, при этом агрессором он не считается. Лишние сеянцы всегда легко отсадить в другое место или раздать своим знакомым. Хорошо отрастает каждый сезон неприхотливый эхиум и перетрум. Всего раз можно посеять семена гайлардии и кориопсиса. Также хороший вариант для малоуходных садов это маргаритки, кларкия, пупавка и настурция. А в заключении еще хочу добавить, что даже многие известные и более теплолюбивые однолетние цветы, такие как кустовая петуния, лабелия, бархатцы, синяя гератум и многие другие культуры, при хороших условиях также дают свой самосев. Конечно такого раннего и обильного цветения, как из растений выращенных на рассаду, вы наверное не получите, но для занятых людей это тоже подходящий вариант. Я также буду всем благодарна, кто поделится своими вариантами неприхотливых цветов самосеек. Не забывайте подписываться на наш канал. С нами вы узнаете о самых разных, редких и неприхотливых растениях и о том, как их выращивать. А если это видео было вам полезным, не забудьте пожалуйста поставить свой лайк и до новых встреч в нашем добром саду. Субтитры создавал DimaTorzok